Суд ЕС обязал исключить из санкционного списка сына российского олигарха. Суд Евросоюза принял решение об исключении из санкционного списка сына российского олигарха Александра Пумпянского, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на решение суда. Сын олигарха хотел требовать компенсации морального вреда в размере 100 тысяч евро, однако суд ему отказал. Также Совет ЕС обязан оплатить за него судебные издержки. Что известно об Александре Пумпянском, Александр Пумпянский попал в санкционные списки в середине марта 2022 года, после чего ограничения в отношении него дважды продлевали. Причиной для введения санкций стало то, что он состоял в Совете директоров трубной металлургической компании, которая сотрудничает с российскими госпредприятиями «Роснефтью», «Газпромом» и «РЖД». После попадания под санкции Пумпянский покинул Советы директоров ТМК, группы «Синара» и банка «Синара», чем занимается его отец Дмитрий Пумпянский, российский предприниматель, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета. Из-за поддержки российской агрессии находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США и ряда других государств. Ранее он пытался добиться в суде отмены санкций, однако ему в этом было отказано – снятие санкций с российских бизнесменов. В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка – Тиньков, Олега Тинькова. В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании «Озон» Александра Шульгина. Сегодня сообщалось, что Герман Хан, соучредитель инвестиционной компании «Литтирван», проиграл судебный процесс против санкций Европейского Союза из-за его тесных связей с президентом Владимиром Путиным и влиятельной роли в России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.